жена как обычно готовила завтрак потом что-то не я их будила в школу детек всегда берут телефон говорит мама так война началась еще редкая война давайте собирайте школу ну и они садятся молча кушают и я короче беру вайбер школьный читаю не поняла потом захожу в группы начинаю читать зеленского видео обращения его бузу тоже сама реакция у меня реакция какая война быть не может в итоге часов где-то 7-8 вечера мы решили уже ехать до в поселок детей вывести с города мало ли что это думала что будет спокойнее там договорились с водителем знакомым он нас туда завез первые дни было относительно даже не чувствовалось что что-то вообще происходит спокойно все все нормально поселок живет абсолютно своей жизнью ездили не через сам поселок на они как-то объезжали не знаю их не другие тропы они как-то катались а потом уже начали по одной машине вот так проезжать смотри до смотреть по центральной улице смотреть что что будет у всех полностью зажки но мы сразу же их различали даже не по опознавательным их ним знаков а когда наши едут наши едут на броне они едут в броне запакованы одни глаза только со щелей видно потому что боялись и осели они их потом начали привозить уже массово именно людей там по-моему несколько камазов а я еще говорю мы обычно в таких камазах мусор говорю о их завозят в таких и в школе они поселились поселили в школе и в этот же день это был первый стрелковый бой они вышли сразу же начали по селу ходи показывать хозяйновидность сигареты спрашивали вы уверяли что ничего страшного нас не бойтесь до прихода их ну придерживались все света маскировки свет старались не включать они говорили что сегодняшнего дня чтобы свет у всех горел что наоборот все включайте все будет хорошо и так далее но они там осели они даже по моему и пару часов до не просидели что наши сразу же зашли и начали их отстреливать там стрелковый именно выкурили наших всех повыкуривали после этого как наши уже выгнали их с поселка вот тогда вот по моему на следующий день под утро в четыре с чем-то мы услышали рев самолета и вот он просто пролетел и буквально четыре-пять секунд а мы как раз глаза мы открыли все что увидели это вспышка зарево и взрыв взрыв был такой что вообще не понимаешь вообще не понимаешь что вообще произошло это удивительно я нашел еще столько потому что мы жили у нас от завода вообще рядышком там не сильно далеко и потом же соответственно сразу же скачали по моему детей мы даже не будили получше они сами первые авиаудар мы когда она они как бы стали на кровати но я младшую взяла а я ее пытаюсь поставить она с перепугу во-первых сжала руки одеяло и не могла вырать нужно за собой волокла дело я ее ставлю на пола она наверное нервная лицо она обмякла она не вставала падала и все и стали нападает и все потом у нас было потом после вот этого первого авиаудара мы поняли как надо детей надо приготовить то есть мы всегда ставили обувь возле ванны мы не раздевались вообще потому что постоянно практически в подвалах после этого находились и мы детям сказали малейшие что-то слышите даже быстрее нас ванны я прихожу он не подает вещи я им подаю они одеваются но естественно самое сложное было тушу светами то есть когда вот бомбят и надо узнать и мать вам мы бежим когда телефоны все севшие фонарики все севшие били били они ну чем артиллерии в основном и очень много часто постоянно это слышали рзсв и грады смерчи вот это вот все мы тогда не засыпали но они этот завод наверно три ночи подряд где-то мы еще между собой смеялись и говорили они наверно думают что мы за ночь его отстраиваем за день что они каждую ночь именно по завод были мы три недели где-то один момент наверное даже не помню я не помню даже какие даты как всегда все обычно возле подвала весь народ греется на солнышке я сразу он был как раз на третьем этаже я там одному парню парню сказала говорю иди позови сашу быстро подвал все собираются подвал пошел он не поверил он ему там пошути говорит ой я шучу там русские он дает очень смешно и пошутили я встал подхожу к окну и просто выглядываю смотрю а там подъехала 2 бтр а это возле больницы они были подъехали 2 бтр а и за ними тараканы кучка и они начали расползаться по поселку я ему говорю все бежим а это ваня 15 лет ему это и дальше потом расскажу как мы с ним его называл генерал боевой товарищ боевой товарищ и смотрю они это выберут ну раз расползаются получается я говорю ваня бежим мы помни даже двери в квартиру не закрыли мы с ним побежали а у него был тут сбоку фонарь в подвале света не было и он им как-то так повешал что если вот смотреть такое ощущение что что-то лежит и возможно даже можно подумать что оружие или пистолетами ну что угодно и в мы выбегаем с подъезда они так одеты были ну наверное как бомжи потому что я даже и не понял сначала кто это вообще кто они мы не добежали буквально пару шагов до подвала а там стояла тетка уже на спуске дети сидели дети в самом низу были но еще не зашли да по моему и он по мне поворачивается лежать в смысле лежать я подумал вообще что это какой-то местный я же говорю они одеты были каких-то бушлатах вообще непонятного рваные в сапогах а потом уже когда автомат навел я увидел сейчас все автоматы то есть длинными ходят а у него короткий вот чего так и не особо не скажу он вообще что-то в руках держал и потом ваня мне вон так ваня сбоку стоит говорит ну и легли мы и он сюда руки пальцы а март месяц холодно и стремно страшно а ваня это заваривание вообще не шевелись потому что он начал руки сувачу фонарик это не достали над нами стоял а я сигаретой были кстати последние сигарета была и проходил и увидел только на колени белую полоску у него не скотчем а тряпка какая-то замотанная по пальцам выбил сигарету его лучше приподнял узкоглазые я говорю я курят и проходил их не старший какой-то говорит укры есть в смысле он говорит ну укры военные если вы это не здесь никто в подвале деньги женщин вообще с никого такие что самое интересное наших и не было никто нигде не осиживался не пряталась не было воде и наш подвал а точно я говорю ну да и врасплох взял мы даже не поняли потом смеялись и он говорит мы как говорим улица на какой на какой улице он говорит название дома а потом уже тетка услышала я вырежу юбилейная самая радость была у нас тогда когда мы услышали технику сначала был очень сильный испуг потому что мы не поняли вообще что происходит а думали уже опять началось а потом увидели машину первая которая проехала и за ней уже пошла тяжелая техника и даже не надо было рассматривать не флаги нераспознавательных знаков мы увидели что все на броне и тогда мы поняли что наши просто повезло что приехал волонтер который уже делал ходки вывозил с поселка на своей машине всегда разговаривал по-русски но мне так не повезло не потратило родиться в россии в городе челябин и последний вопрос когда проезжали документы показывает а я до этого я украинский хорошо знаю как бы я учился украинский но привык уже разговаривать мы так засмеялись он когда увидел повернул паспорт как говорят россия место челябинске и так посмотрите и говорю хлопцы это же местонароджение короче